Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Три самарских управляющих компаний не смогли пройти процедуру лицензирования. ВАСКО, Газэнергомонтаж и ТВН. Об этом сообщает информационное агентство, в том числе Волга Ньюс. В ведении ВАСКО было более тысячи домов в Кировском районе Самары. Газэнергомонтаж обслуживал около 270 домов в Промышленном районе, а управляющая компания ТВН – более 30 домов в Красноглинском районе. В любом случае без управляющих компаний самарцы не останутся. Напомню, глава администрации Самары Олег Фурсов ранее заявлял, что мэрия направит около 200 миллионов рублей на создание двух муниципальных управляющих компаний, которые и возьмут на себя заботу о домах, оставшихся без управляющих компаний. И вот первая ласточка ООО «Альтернатива» передаст почти 2000 домов из аварийного фонда муниципальной управляющей компании. Решение было принято совместно с администрацией города. Обслуживание такого ветхого жилищного фонда экономически нецелесообразно и в рамках работы коммерческой организации невозможно. Остальным управляющим компаниям тоже не стоит расслабляться. Весенняя уборка города – лишний способ себя проявить. В период месячника частным коммунальщикам было поручено увеличить количество дворников. Многие компании подключили к очистке дворов от мусора дополнительный персонал. Как организована эта работа, проверили на выездном штабе по благоустройству администрации города, который прошел в промышленном районе. Управляющие компании дополнительно заключают договоры с клининговыми компаниями, чтобы на субботнике 11 и 18 апреля выйти во всеоружии. Управляющим компании поручено усилить работу не только в плане уборки территорий, но и общего благоустройства. Я хочу обратить просто внимание, что у нас помимо уборки территории за управляющими компаниями достаточно много других видов работы. Это очистка фасадов, ремонт водосточных труб и ремонт покраски малых архитектурных форм. Объедем в субботу вашу территорию. Посмотрим, как вы справляетесь. Принять участие в весенней уборке приглашают всех неравнодушных самарцев. 11 апреля на Гагаринском субботнике и 18 апреля на Общегородском. Узнать все подробности, на какой территории еще требуется уборка и где жители могут получить необходимый инвентарь, можно по телефонам горячих линий, которые работают в каждом районе Самары. Кинотеатр на улице Старозагора, названный в честь болгарской шибки, ждет вторая жизнь. Уникальный проект середины прошлого века в честь дружбы самарского и болгарского народов сейчас в запустении. Власти Самары намерены реанимировать знаковый объект. Выбитые стекла, последствия пожара, следы практически на скальной живописи первобытных людей. Впечатление, как будто с шибки сошла лавина и оставила после себя развалины. Здание перестали охранять в прошлом году. Трудно поверить, что когда-то уникальная постройка была одним из центров культурной жизни района. В постсоветское время здесь был развлекательный комплекс. До сих пор здание принадлежит компании «Премьера», запустившей знаковый объект. Организация находится в процедуре банкротства. Шибка и земельный участок под ней в зоологе у банка открытия. Банк предпринимает регулярно какие-либо усилия на то, чтобы реализовать это здание. Были попытки реализации, была сделка, которая, к сожалению, не состоялась. Не по нашей вине, поэтому банк постоянно прикладывает какие-то усилия. И до сих пор их прикладывала и в будущем тоже готовы сделать. Выездное совещание по Шибке организовано по инициативе городской администрации. Сейчас обсуждаются конкретные шаги по восстановлению кинотеатра. Городские областные власти совместными усилиями прорабатывают вопрос о возможном выкупе здания. Уже решено, что Шибка снова станет культурным центром. Конечно, иметь такой объект в центре города – это позор. Как бы и для города, однозначно. Но в первую очередь для собственников. Те люди, которые это допустили, они должны были очень сильно не любить Самару. Олег Фурсов также попросил прокуратуру проверить законность отчуждения Шибки из муниципальной собственности, что было сделано в 2004 году, и проверить всю цепочку последовавших за этим сделок. В ближайшее время будут приняты конкретные решения, чтобы как минимум не допустить дальнейшего разрушения Шибки. Олег Фурсов поручил администрации промышленного района совместно с банком-залогодержателем закрыть свободный доступ в здание, разместить на фасаде строительную сетку и организовать вывоз мусора. Сам мэр уже 11 апреля на Гагаринском субботнике примет участие в уборке прилегающей территории. Марина Кравцова, Анастасия Зубарева, Максим Гусев. События. Вместо шашки лопата, вместо нагайки грабли. К масштабной уборке города присоединились и казаки, и станицы вольные. Засучив рукава и спустившись с коней на землю, облагораживают территорию храма Николая Угодника. Сильным мужчинам собрать целый камаз мусора недолго. Строительные отходы, старые деревья, чистота под окном, чистота в себе, уверены самарские казаки. Я думаю, что всему свое время все приходят к тому, что надо взрослеть, что надо к чему-то стремиться. Как бы сам в какое-то время любил дело погулять, но, к сожалению, не все хорошее будет долго. Веселиться не всегда можно, и надо иногда заниматься трудом. Каким-то и в конце концов помогать обществу. На территории храма Николая Чудотворца есть участок, который местный батюшка, рассказывают казаки, планируют отвезти под воскресную школу. Но для того, чтобы понять, насколько это возможно, землю нужно расчистить. Настоящим казакам такая задача вполне по плечу. Привыкли не только к обороне, но и к труду. Казак должен уметь все. Пищу приготовить, убрать, за скотиной поухаживать. Ну, естественно, воевать иметь должен. Владеть шашкой, награйкой. От слов к делу с привычным оружием в руках казаки себя чувствуют комфортнее. Провели для нас настоящий мастер-класс по владению нагайкой и, конечно, шашкой. Настоящую казачью шашку мне, конечно же, не дали. Это просто опасно для жизни, может оказаться. Но у меня есть вот такая игрушечная. И сейчас вот меня бравый казак попробует научить, как правильно ею пользоваться. Рассказывайте. Ну, начнем с того, что шашка затачивается на одну треть, только край. Эта сторона у нас тупая, чтобы не порезать руки. Нанесение удара с коня, то есть таким образом. Удар сверху. Фехтование идет таким образом. То есть точно так же бьется с лошади. Так же сечь. То есть чисто только краем. Территории храма казаки не ограничатся. Дали слово, что непременно примут участие в общегородском субботнике, который пройдет в Самаре 18 апреля. Марьяна Мирная, Артем Сулайманов. События. Самарские студенты активно участвуют в большой уборке города. Вместо лекций и семинаров учащиеся технического университета взяли в руки инвентарь и отправились приводить в порядок прилегающую территорию. Вот стоят, держа метлу. Студенты Самарского политеха вместо лекций на генеральной уборке. Ловят халяву. Весной не до того, чтобы забивать голову формулами и чертежами. Анастасия Трофимова считает, уборка дело полезное. А если вместо пар, еще и приятное. Это мероприятие запомнится. Пары не все запомнятся, а это, например, есть что вспомнить из студенческой жизни, разнообразие. Ловко и технично учащиеся политеха ворошат снег, убирают высохшие ветки и мусор. Светлые студенческие головы даже во время уборки думают о высших идеалах. Если каждый будет убирать с собой то место, где мы живем, то есть уже говорю конкретно студенты политеха, прилежащие территорию к нашему вузу, то есть каждый будет убирать там, где он живет, только тогда будет чистота. Именно тогда. Вот поэтому, когда я стою с лопатой и расчищаю этот снег, я думаю именно об этом. Потому что наша работа не бесполезна, потому что именно с таких вот мелочей, с этих субботников складывается общая картина чистого города. Преподаватели говорят, студентам политеха, чтобы убраться около корпуса, волшебный пинок не нужен, достаточно волшебного слова. Девиз нашего факультета, переводится с латыни, звучит так. Человек есть мера всех вещей. И вот не случайно, понимаете, вот мы политех, да, у нас все есть. Мы могли бы этот снег растопить каким-нибудь прибором техническим, но мы вышли и своими человеческими руками помогаем весне прийти в наш город. Чтобы навести марафет на улицах родного города, на генеральную уборку вышли около полусотни студентов. Приводить в порядок Самару после зимы жители будут до конца месяца. Алина Чемери, Станислав Левин, События. Как сделать Куйбышевский район еще более чистым и благоустроенным, обсуждали председатели многоквартирных домов на встрече с главой районной администрации. За час общения люди высказали несколько десятков предложений. Объединив усилия, жители Куйбышевского района наводят чистоту в своих дворах. Владимир Пономаренко живет в районе больше 20 лет. Говорит, к дисциплине привык еще с армии, а потому каждый год выходит вместе с соседями убирать детскую площадку. Я люблю порядок, потому что тут дети, вот смотрите, дети приходят с колясочками, дети вот это идут, дети смотрят на это, ну господи вы, ребятушки мои. Территорию жители убрали. Хорошо бы привести в порядок игровое оборудование и малые формы. Об этом они уже просят главу района на встрече. Мы постараемся по максимуму, опять же, в рамках тех денег, что у нас есть, постараемся по максимуму отремонтировать малые архитектурные формы, покрасить и привести в порядок. Такие собрания с жителями в Куйбышевском районе – дело привычное. Глава района проводит их регулярно. Мнение жителей выслушивает по каждому вопросу. Сегодня на повестке дня тема благоустройства, наведения чистоты и порядка, участие всего района в предстоящих субботниках. Установить новые урны, провести во дворы землю для саженцев, отремонтировать тротуары. Старшие по домам, председатели советов многоквартирных домов – люди ответственные, душой болеют за свои небольшие территории. К диалогу с властью привычные. Они уже не обвиняющая сторона. Не только задают вопросы, делают замечания, высказывают просьбы. Выходят на разговор с конкретными идеями и предложениями по обустройству района. Они помощники в наведении чистоты и порядка. Очень много любителей животных выгуливают своих собак. Я думаю, все согласятся, что никто в нашем районе, вот я сколько делаю замечаний, сколько наблюдаю, никто не убирает за ними к нефиганам. Может быть, есть смысл табличить, понаставить, что должность хозяина своих любимцев убирать. Когда собирается большое количество жителей, мы многие вопросы решаем уже на месте. Сразу же даются поручения, и я знаю, что завтра у меня уже несколько сотрудников пойдет отрабатывать те адреса, которые были сегодня нами получены в работу. Поэтому это действительно очень продуктивно. Все старшие по домам Куйбышевского района, как один, выразили готовность выйти на субботники вместе с жителями 11 и 18 апреля. Марина Кравцова, Лариса Шалафаст, Павел Пресняков. События. В Самаре завершилось формирование общественных советов микрорайонов. Всего их на территории города будет 85. Это часть преобразования системы местного самоуправления, цель которой максимально приблизить власть в Самаре к жителям. Общественные советы микрорайонов начнут свою работу после майских праздников. До этого времени необходимо провести установочные совещания. Итоги их формирования подвели на совете общественной палаты Самары. Определился состав советов. В них входят председатели советов МКД, ТОСов и представители различных организаций, коммерческих и бюджетных, а также активные граждане. Мы с администрацией района предложили следующую схему, что в каждый общественный совет включить участкового инспектора полиции и инспектора по делам нестерочных летних. И по возможности включить представителей традиционных конфессий. Общественные советы будут напрямую взаимодействовать с муниципальной властью и более эффективно решать вопросы на местах. По замыслу, общественные советы микрорайонов должны быть самостоятельными структурами. Каждый из них будет сам определять собственный регламент. И в этом регламенте они могут все, что считают необходимым и полезным для этого микрорайона уносить, они это дело сделают. Общественные советы микрорайонов – это еще один шаг к тому, чтобы приблизить власть к народу. Главному принципу, по которому в Самаре строятся новые системы местного самоуправления. Марина Матвеевична, Максим Гусев, События. Советы депутатов муниципальных районов городского округа Самары выберут в сентябре этого года. По новому закону о местном самоуправлении, теперь каждый район Самары стал самостоятельным муниципальным образованием в составе городского округа Самары. В каждом районе будет создан свой совет депутатов, что позволит приблизить власти к жителям. В зависимости от величины района в советы войдут от 30 до 40 депутатов. Всего в Самаре будет 284 народных избранника. Предположительно, выборы пройдут в единый день голосования, 13 сентября. В соответствии с законом, выборы в эти представительные органы внутри городских районов, советы депутатов так назвали в законе, должны пройти в течение шести месяцев со дня вступления в силу закона. Как раз это время попадает на день единого голосования в сентябре 2015 года. Многие достижения современной науки пришли к нам из космоса. Хотя порой мы об этом даже и не догадываемся. К примеру, тефлоновое покрытие. В 61 году, 12 апреля, Юрий Гагарин заставил весь мир по-новому взглянуть на нашу страну. И Самара к его полету имела самое непосредственное отношение. Накануне Дня космонавтики в театре опера и балета наградили передовиков космической отрасли. Тех, кто строит, конструирует и следит за безопасностью полета в космос. Мы одни во вселенной, скептически заявляет Борис Баранов. И тем не менее, больше 40 лет конструирует двигатели для ракетно-космической промышленности. 12 апреля 1961 года подростком с восхищением слушал по радио о подвиге Юрия Гагарина. Тогда уже понял, что строить ракеты – его призвание. Я, как технический человек, знаю всю подоплеку, как обеспечивается надежность, качество, какие проблемы в производстве случаются. Мы с ними боремся. На сегодняшний день, в общем-то, мы как бы про отказы двигателей начали забывать в составе ракет. И поэтому мы, как двигателисты, когда видим, как сажают космонавтов на ракету, там достаточно это все антуражно в эксплуатации, да, ну, в общем, за них не переживаем. Прогресс, Кузнецов, Тяжмаш, Самарский регион не зря считают передовиком космической отрасли. Именно на ракетоносителе, созданном в Куйбышеве, Гагарин совершил свой первый полет в космос. Россия и сегодня старается держать высокую планку. Несмотря на кризис, деньги на космический кластер продолжают выделять в необходимом объеме. Мы уверены, что завтрашний день у вас будет у каждого из этих предметов лучше, но вот в этот переходный период, чтобы сохранить позиции, те, которые мы имели. Мы заняли новые вещи, чтобы мы имели хороший приток новых кадров, молодых кадров, которые мы будем обеспечивать через 3-5-10 лет нашу перспективу. Космическая отрасль в Самарской области продолжает активно развиваться и наращивать темпы. Началось создание нового научно-образовательного Гагарин-центра. Самарский аэрокос – один из лучших вузов в стране. Нефть в перспективе – попасть в сотню лучших в мире. Лидеров космической промышленности в честь Дня космонавтики наградили почетными званиями, медалями, грамотами и благодарностями. Марианна Мирная, Артем Сулайманов. События. В самый космический месяц в Самару приехала племянница Юрия Гагарина. 54 года назад великий космонавт провел в Самаре первые дни после полета. Наш корреспондент продолжит. 108 минут на орбите сделали его известным на весь мир. Юрий Гагарин – человек, который дотянулся до звезд. Он стал кумиром миллионов. Его племянница Тамара Дмитриевна Филатова уверена, несмотря на такую славу, звездная болезнь обошла Гагарина стороной. Был он и по отношению к членам семьи, и по отношению вообще к окружающим людям очень внимательным, очень отзывчивым, очень добрым и очень-очень обязательным. Он очень здорово помогал и городу, и району, и конкретным людям, которые жили в этом городе, которые обращались к нему с какими-то просьбами. А просто таких было очень много. Своими воспоминаниями о Гагарине Тамара Дмитриевна поделилась с участниками молодежной научной конференции и лично вручила призы финалистам конкурса стихов, фотографий и рисунков на тему космоса. Перед жюри стоял сложный выбор. Участники к работам подошли с фантазией. На одном из стендов есть рисунок, который был сделан из подручных материалов, в том числе там макароны, различные семена и так далее. То есть эти вещи абсолютно никак не связаны с космосом, но вот он очень запоминающийся. Победителем научно-образовательного конкурса «Космический эксперимент» стал Рамиль Бахтеев. Суть его эксперимента проста – посмотреть, что будет с мыльными пузырями, если их надуть в космосе. Увлечение юного ученого поддерживает вся семья. Ему нравится заниматься космической темой. И вот сейчас уже несколько раз мы приезжаем сюда в университет, по подпосам ходят, он интересуется этим. Говорит, после школы хочу поступить в аэрокосмический университет. Застенчивый первоклассник Рамиль Бахтеев мечтает повторить гагаринский полет в космос. А пока стать ближе к звездам ему поможет новый телескоп, подаренный племяннице Гагарина. Валерия Макарова, Станислав Левин. События. Новости экономики смотрите прямо сейчас, а у меня на этом пока все. Телефон редакции 202-11-22, наш сайт самарагиз.ру. Читайте нас в Твиттер, скачивайте приложение и смотрите телеканал Самарагиз на экранах смартфонов и планшетов. Всего вам доброго и хороших выходных. Здравствуйте. Финансовые новости на телеканале Самарагиз. В общероссийском народном фронте подсчитали, что рост платы за ремонт и содержание домов в некоторых регионах России достиг 22,4%. Соответственно, ОНФ предлагает ограничить этот показатель уровнем инфляции, как это было сделано с ценами на свет, воду и газ. По данным экспертов ОНФ, такая мера позволит сократить общие счета на 5-6%. Маловато шансов на то, что примут инициативу. В течение этого года чиновникам, военным и судьям не будут индексировать зарплату на уровень фактической инфляции, а население, наоборот, получит дополнительные выплаты к февралю следующего года. Государственным гражданским служащим заморозят и другие пособия и компенсации. Документ, предусматривающий такие изменения, сегодня появился на страницах российской газеты и, следовательно, вступил в силу. Среди тех, кто получит дополнительные выплаты, инвалиды-чернобыльцы, ветераны, а также герои Советского Союза, социалистического труда, труда России, полные кавалеры Ордена Славы, Ордена Трудовой Славы и малоимущие граждане и россияне с детьми. Выплаты им повысятся на 5,5% в этом году. Более того, с 1 февраля 2016 года для них предусмотрена дополнительная индексация в виде разницы между реальной инфляцией за 2015 год и заложенной в бюджет. В рейтинге туристической свободы, основанном на количестве стран, которые может посетить турист, Россия заняла 38 место из 94, оказавшись рядом с Турцией. Россияне и турки могут без виз посетить 100 стран мира. Наиболее свободными оказались граждане пяти стран – Финляндии, Германии, Швеции, Великобритании и США, которые без виз могут отправиться в 174 страны. В 173 странах без ограничений ждут туристов из Дании и Канады. В 172 странах – жители Бельгии, Франции, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Португалии, Испании, а также Японии и Южной Кореи. Бывшие советские европейцы – прибалты – оказались поблизости от первой десятки. Туристы из Латвии без виз могут посетить 158 стран. Сдается мне, что к концу года расстановка сильно изменится в пользу России. А на сегодня это все. Хороших выходных! ЦСКА ВВС выиграли серебряные медали РХЛ. Впервые команда за последние 10 лет добилась такого результата. В финале турнира военные летчики встречались с Ростовом. Итог серии 3-0 не в пользу самарской команды. Два первых матча в гостях закончились в овертайме со счетом 4-3. Третий поединок был небогат на голы. Судьбу обладателя Кубка Российской Хоккейной Лиги решила всего лишь одна заброшенная шайба в исполнении ростовчанина Дмитрия Кузьменко. И еще одна хоккейная история теперь из Северной Америки. Тольяттинский вратарь Андрей Макаров провел первый матч в Национальной Хоккейной Лиге. Воспитанник Лады теперь выступает за клинки Баффало. В регулярном чемпионате против островитян Нью-Йорка Андрей отразил 33 из 36 бросков по своим воротам. Несмотря на поражение 0-3, тренер Баффало Тед Нолан положительно оценил действия Макарова в дебютном матче, к которому тольяттинец шел целых 5 лет. Кроме него в НХЛ выступают еще два самарских голкипера – Илья Брызгалов и Семен Варламов. В Самаре стартовал финал 8 детско-юношеской баскетбольной лиги. Турнир в столице региона проводится впервые. В группу А попали Самара, Химки, ЦСКА и Краснодарский локомотив. В группе Б жребий свел столичное Динамо и МБА, Питерский Зенит и Пермскую Парму. Во вторник состоится финал и матч за третье место. Баскетбольная Самара третий раз подряд выходит в финал восьми. Два года назад команда остановилась на четвертом месте. В прошлом году завоевала серебряные медали. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Редактор субтитров А.Семкин